Очень сильная конкуренция в этой секции. Там проходит развлекательный доклад, где футболки летят в публику. Здесь будет более образовательный доклад. Меня зовут Андрей Ершов. Я из Питера, работаю в компании RingCentral. И сегодня мы с вами будем говорить про потоки. Начиная с самого низкого уровня операционной системы, заканчивая тем, как работает ForkJoin Pool в Java. Немного обо мне. Я больше 8 лет программирую на Java. За это время писал приложения совершенно различные. И сейчас я являюсь следом в проекте видеоконференции. Для нас очень важна горизонтальная масштабируемость и высокая доступность. И мои интересы – это распределенные системы, многопоточное программирование и функциональное программирование. У меня давно была идея сделать доклад про различные подходы к конкурентному программированию. Вот какие подходы к конкурентному программированию вы знаете? Давайте там… Акторы, акторы, отлично. Какие еще? Event loop, да. Хорошо. Еще что? Future и Promises, отлично. Corutine, да. Corutine, continuation, await async. Короче, куча всего. Много-много разных подходов. И в первую очередь это потоки. Вот. Их объединяет одна вещь, все эти подходы к программированию, что под капотом у всех потоки. То есть в конечном счете все равно используются потоки, потому что операционная система работает на уровне потоков. Поэтому я думаю, что очень важно понимать, как потоки работают в операционной системе и в Java. Окей. Значит, о чем мы сегодня будем говорить? Сначала мы поговорим о том, как работает планировщик Linux. Потом мы поговорим, как потоки могут общаться друг с другом. Потом мы поговорим, какие примитивы Linux предоставляет для того, чтобы с потоками работать. Поговорим про два важных метода в Java. Это park и unpark. Поговорим про класс abstract cute synchronizer. Поговорим про классические thread pool в Java. И закончим рассмотрение fork-joint-пула. Довольно насыщенный план. Я постараюсь успеть. Значит, начинаем с планировщика. Вообще, какая основная задача любого планировщика? Задача разделять какой-то ресурс между несколькими потребителями. И в Linux есть различные планировщики. Это планировщики для работы с диском. То есть много приложений пишут на диск, поэтому нужно как-то решать эту проблему. Планировщик для работы с сетью. Многие приложения конкурируют за сетевой интерфейс. Ну и наиболее известный планировщик для работы с CPU. Про него мы сегодня поговорим. Значит, основная задача планировщика CPU – это разделять ресурсы процессора между множеством потоков. Но у него есть и другие задачи. Какие же? Во-первых, он должен поддерживать вытеснение. Вообще, когда говорим про многозадачность, бывают два вида многозадачности. Кооперативная и вытесняющая. Кооперативная – это когда потоки сами друг другу передают управление. Вытесняющая, когда операционная система говорит, окей, все, тебе надо закончить работать и заскейдлить другой тред. В основном в операционных системах используется именно вытесняющая многозадачность. Дальше, приоритизация. Соответственно, в зависимости от приоритета нужно выдавать разное время для работы задач. Честное разделение времени. Потоки с одним приоритетом должны получать одно и то же время. Масштабируемость на множество CPU. Так как сейчас очень популярны машины с большим количеством ядер, нужно, чтобы планировщик хорошо работал и утилизировал все эти ядра. Энергоэффективность. Если, например, задач мало, то можно какие-то ядра процессора отправить в режим сна. Это очень важно в больших дата-центрах. И это ограничение использования ресурсов. Ни один доклад не обходится без упоминания докера. Вот докер под капотом использует C-groups. И планировщик должен учитывать то, как C-groups работает. Окей. Вот эта диаграмма показывает, какие бывают состояния потоков в Linux. Изначально, когда поток создается, он создается в состоянии task running ready to run. То есть поток готов быть исполненным, но пока еще не исполняется. После того, как до него доходит очередь, планировщик помещает его на CPU, начинает его исполнение, и поток переходит в состояние task running running on CPU. После этого поток поработал. Например, он хочет что-то почитать из сокета. В этом случае происходит так называемый voluntary context switch. Добровольное переключение контекста. И поток отдает управление операционной системе. И операционная система, соответственно, переводит его в одно состояние. Task interruptible, interruptible или killable. И как только данные в сокет придут, он опять вернется в состояние task running ready to run, а потом в task running running on CPU. Это понятно. Но бывают задачи, которые что-то считают, считают, считают и не отдают управление операционной системе. В этом случае их необходимо вытеснить. Вопрос, как можно вытеснить поток, если в это время на CPU исполняется именно его код. То есть исполняется не код операционной системы, а исполняется именно код потока. Для этого в железе и в операционных системах есть механизм прерываний. Соответственно, для вытеснения потоков используется прерывание, и прерывание генерируется таймером. И каким образом происходит обработка прерываний? Когда сработает прерывание, заканчивается исполнение текущей инструкции в процессоре, сохраняется значение program counter, program counter указывает на последнюю инструкцию, которая исполнялась, и после этого вызывается обработчик прерывания. Обработчик прерывания — это код операционной системы, то есть отдается управление кодом операционной системы, и обработчик прерывания, в свою очередь, запускает планировщик. Как часто срабатывает таймер? Вообще традиционно в Linux есть такой параметр HZ, который говорит о том, как часто должен срабатывать планировщик. Это параметр сборки ядра, и обычно он либо 200, либо 1000. 1000, соответственно, он срабатывает каждую миллисекунду. Но начиная с версии 2.6.21, в ядре появился так называемый тиклос режим работы ядра, когда таймер срабатывает через неравные промежутки времени. И начиная с версии 3.10 появилась полная поддержка тиклос режима. Вообще зачем нужен тиклос режим? Он нужен для того, чтобы… как раз для энергоэффективности, потому что если нет задач, то зачем каждую миллисекунду будить процессор? Но тиклос режим чуть сложнее, и поэтому мы сегодня с вами посмотрим именно на стандартный режим работы ядра. Окей. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению непосредственно планировщиков, стоит поговорить про различные политики планирования. Они делятся на два класса. Это реалтайм политики планирования и не реалтайм. Значит, реалтайм их две. Это скет FIFO. Если у вас исполняется какой-то поток с статическим приоритетом, который выше, чем все остальные, он всегда будет исполняться. То есть до тех пор, пока он добровольно не отдаст CPU, он будет продолжать исполняться. И есть скет-раунд-робин. Это когда либо он может быть вытеснен потоком с более высоким приоритетом, либо ему тоже выделяется какой-то квант времени, и если он заканчивается, скетируется следующий поток. То есть такая смесь реалтайм и нон-реалтайм. И есть нон-реалтайм политики планирования. Это скет-батч, когда предполагается, что эта задача computation-intensive и она не критична к latency. В этом случае, соответственно, ее планируют только после того, как наиболее критичные latency задачи выполнены. Скет-айдл, когда у вас есть задача, которая должна исполняться только если вообще больше нечего процессору делать. И скет-аудр. Соответственно, это политика планирования стандартная, которая используется, если вы ничего другого не задали. И контролируется это с помощью вот такого системного вызова, сет-скет-длер. Мы с вами поговорим поподробнее про скет-аудр, потому что обычно именно такая политика планирования используется для вашего приложения. Для начала стоит различать два параметра, которые влияют на работу планировщика. Это статический приоритет и nice value. Статический приоритет определяет, является приложение real-time или не real-time. Соответственно, для не real-time приложения всегда статический приоритет 0. Для real-time приложения статический приоритет от 1 до 99. И nice value, с которым мы, скорее всего, знакомы, соответственно, используется для политик планирования не real-time. И понятно, что nice говорит о том, насколько поток дружественный к другим потокам. Чем значение nice больше, тем ему меньше застается время. Чем значение nice меньше, тем ему, наоборот, больше застается время. Это всем известно. Окей. Теперь поговорим непосредственно про планировщики. Если не копать глубоко в историю, то в Linux версии ядра 2.4 был планировщик OAuthn, потом он сменился планировщиком OAuth1, и потом появился планировщик CFS, который используется и по сей день. Соответственно, мы подробно поговорим про CFS, но стоит сказать пару слов про OAuthn и OAuth1. Во-первых, их название. То есть ее нотация намекает о том, что это как-то связано со сложностью, с алгоритмической сложностью. Действительно, это связано с алгоритмической сложностью выбора следующей задачи, которую нужно запустить на исполнение. Соответственно, в Linux 2.4 эта сложность была линейной, пропорциональное количество задач. Позже, соответственно, она стала константной. То есть было некоторое улучшение. И второе отличие CFS от этих скейлеров в том, что в предыдущих версиях ядра все время делилось на эпохи. И в эти эпохи каждому потоку выделялся какой-то квант времени. И как только эпоха заканчивалась, заканчивалась она тогда, когда больше не было потоков, которые готовы быть запущенными с неизрасходованным квантом времени, начиналась следующая эпоха. И заново всем потоком выделялся квант времени. При этом, если поток не целиком потратил свое время, ему давалось немного дополнительного времени, но не целиком это время переносило в следующую эпоху. Это приводило к тому, что в некоторых ситуациях планировщик мог быть не абсолютно справедливым. А помните, одна из задач планировщика это полная справедливость по отношению к потокам. Вот поэтому в версии 2.6 появился completely fair scheduler, то есть абсолютно честный планировщик. Как он работает? Значит, мы начнем с вами с рассмотрения одного CPU. И у каждого CPU есть очередь задач на исполнение, run queue. Соответственно, это очередь задач, которая находится в состоянии task running, ready to run. И вообще говоря, для того, чтобы реализовать очереди с приоритетами, есть разные подходы, но вот в Linux используется красно-черное дерево, так же, как в 3Map, например, в Java. Но вопрос, что используется в качестве приоритета в этом дереве? Используется так называемая virtual runtime. Что такое virtual runtime? Как он считается? Virtual runtime считается вот по такой формуле. virtual runtime равен real runtime, то есть то, сколько времени фактически поток исполнялся на ядре, поделенное на task weight. То есть чем больше task weight, тем меньше у нас как бы v runtime. Чем больше real runtime, тем больше v runtime. Это понятно. И плюс у нас есть еще такая поправка start min v runtime. Эта поправка нужна для того, что если у вас, например, был поток, который был запущен два года назад, и поток, который стартовал только сейчас, если такой поправки бы не было, тогда бы в течение этих двух лет бы отдавались ресурсы процессора только новому потоку. Поэтому, когда он стартует, важно изначально в его vir runtime записать минимальный vir runtime, который есть вообще целиком в этой очереди. Когда обновляется vir runtime, vir runtime обновляется каждый раз, когда срабатывает таймер. Тот самый таймер, который отвечает за запуск планировщика. И task weight напрямую зависит от nice value. Nice value, как вы помните, от минус 20 до 19. И вот task weight, я нашел формулу, вот по такой формуле считается. То есть понятно, что чем nice value меньше, если оно отрицательное, то task weight большой. Если nice value, наоборот, 19, то task weight будет очень маленький. И vir runtime будет увеличиваться быстрее, наоборот, у этого потока. Окей. Возникает вопрос. Следующий. Когда же срабатывает планировщик для того, чтобы запустить какую-то задачу на исполнение? Оказывается, что когда поток переходит в состояние блок, это вот task interruptible, interruptible, killable, планировщик должен выбрать новую задачу из очереди, потому что этот поток он добровольно отдал свои ресурсы. Это понятно. Следующий момент, когда планировщик может сработаться, это когда поток, наоборот, возвращается в состояние task running, ready to run. Может оказаться так, что ему пришли данные в сокет, и возможно, именно его нужно сейчас назначить на исполнение. И третий момент, когда может срабатывать планировщик, это по таймеру. Соответственно, срабатывание по таймеру нужно для вытеснения тех задач, которые добровольно не отдают ресурсы CPU. Окей. В CFS есть такое понятие, как целевая задержка. Целевая задержка нужна вам для того, чтобы вы примерно могли понять, сколько времени ждать потоку максимально до того момента, как он реально будет запущен на CPU. И вот она называется scale latency nanoseconds. Но оказывается, допустим, она по дефолту 20 миллисекунд. Так вот, если у вас, например, в системе есть 100 потоков и целевая задержка 20 миллисекунд, тогда каждый поток будет исполняться в течение 200 микросекунд. И это не очень эффективно. Вчера был доклад про синхронное программирование и рассказывали о том, что происходит context switch, а context switch не дешевая операция, она может там занимать десяток, например, микросекунд или несколько десятков микросекунд. И, соответственно, получается так, что overhead на переключение потоков может быть просто очень большой. Поэтому нужно дать возможность потоку поработать подольше. И вот для таких случаев, когда у вас в системе есть несколько потоков, есть понятие минимальная детализация scan min granularity, которое говорит о том, что поток, несмотря на scale latency nanoseconds, будет работать не меньше, чем scale min granularity. Поэтому, если у вас потоков мало, используется scale latency nanoseconds, если много, то используется scan min granularity. Окей. Мы поговорили про то, как планировщик работает для одного ядра, но у нас многоядерная машина, как же планировщик справляется с многоядерностью? Опять немножко истории. Вот у нас был планировщик OAuthN, как он работал? Оказывается, что планировщик OAuthN имел единственную очередь задач для всех ядер. Но при этом, когда ядро освобождалось и думало, окей, какую теперь мне задачу выполнить, в первую очередь отдавался приоритет задачам, которые до этого были выполнены на том же ядре. Кто-нибудь знает почему? Правильно, да. Для того, чтобы уменьшить засорение кэша, потому что на этом ядре, в L1 кэше, могли быть уже те данные, которые до этого поток использовал. Вот, это правильно. И, в принципе, это хорошая стратегия. Но была проблема. Проблема заключалась в том, что у вас была единая очередь и, соответственно, для того, чтобы работать с единой очередью из нескольких ядер, то необходим какой-то лог для работы с этой очередью. И как мы дальше посмотрим, вообще говоря, идея с одним логом на очередь и множеством, соответственно, конкурирующих воркеров не очень хорошо масштабируется. И, соответственно, в Linux это было учтено, и в CFS появилась другая политика работы с многоязвенных систем. Теперь каждое ядро процессора использует независимую очередь. И необходимо периодически, соответственно, перемещать задачи между очередями для балансировки нагрузки. Каким образом вообще происходит эта балансировка? Что использовать в качестве критерия балансировки задач между ядрами? Можно подумать, что можно использовать, например, количество задач, которые находятся в очереди. Но это не очень хорошая метрика, потому что задачи могут иметь разный приоритет. Окей, можно учитывать еще и приоритет задач. Но, к сожалению, это тоже плохой подход, потому что задачи могут неравномерно спать и работать, и поэтому тоже так очень балансировать нельзя. Поэтому в реальности используется специальный лоуд метрик, который учитывает и приоритеты задач, и их количество, и то, как часто они спят, и как часто они работают. Окей, про планировщик это все. Если вам стало интересно, вот полтора года назад вышла такая статья Linux Scaler Decade of Wasted Course, в которой, соответственно, группа ученых, которым нужно было какие-то сложные математические вычисления запустить, они запускали на каком-то довольно крупном сервере эти задачи, и они знали, что у них в принципе работа очень хорошо парализуется, но оказалось, что перформанс, который они получили, был неудовлетворительный, и я не знаю, сколько времени им понадобилось, но в итоге они поняли, что проблема в ядре Linux, и они нашли четыре бага в ядре Linux, которые писали вот в этой статье, и поэтому задача так называется, кстати, так и называется Decade of Wasted Course, потому что десятилетиями никто эти баги не находил, они смогли найти, и вот написали статью, так что почитайте, если интересно. Окей, теперь мы поговорили про планировщик, но потоки, если они друг с другом не общаются, вообще бесполезная вещь. Им нужно как-то общаться друг с другом, если они в одном адресном пространстве находятся, то они могут соответственно использовать память, верно? Один поток может что-то записать по адресу в памяти, другой поток может что-то прочитать по адресу в памяти. Окей, но, к сожалению, задача процессора и задача компилятора языка обеспечить только intro-thread семантику последовательного исполнения. Поэтому, если у вас есть, например, какой-то код, который присылает в A, 2, потом в B в 3, потом считает C равно A плюс B, то, в принципе, компилятор и процессор могут исполнить эти инструкции out of order. Он может сначала присвоить в B в 3, потом в A в 2, а потом записать в C, потому что, в принципе, семантика программы не поменяется от этого, верно? Вот. Но оказывается, что если у вас несколько потоков, то удобная модель для программиста написания многопоточного кода называется sequential consistency. В чем суть sequential consistency? у вас есть какие-то инструкции, которые исполняются в одном потоке, какие-то инструкции, которые исполняются в другом потоке. И вот эти инструкции каким-то образом склеиваются друг с другом, но очень важно, чтобы инструкции одного и того же потока друг с другом не переупорядочивались. Это называется sequential consistency. Так вот, проблема в том, что железо по умолчанию не гарантирует вам модель исполнения sequential consistency. Именно поэтому миллион раз вам говорили и будут говорить, что если вы пишете многопоточный код, то вам нужно следовать модели памяти языка. В случае Java это Java Memory Model. Окей. Но вот, допустим, у нас есть volatile. Volatile – типичный представитель примитивной синхронизации в Java. Окей. Компилятор компилирует код и он понимает, окей, вот эти две инструкции нельзя переставить, потому что есть volatile, например. Хорошо. А что же предотвратить перепорядочивание инструкции на уровне процессора, когда генерируется, например, ассемблерный код, что предотвратить такое перепорядочивание? Оказывается, что процессоры предоставляют инструкции, которые выполняют роль барьера в памяти. Вот, например, Шепелев рассказывает про Шенандо, новый сборщик мусора, и там есть барьеры garbage collector. Это другие барьеры, которые нужны для соблюдения Java Memory Model. Семантически барьеры бывают четырех типов. Это load-load барьеры, load-store, store-load, как вы догадались, store-store. Соответственно, что такое барьер вида x, y? Барьер x, y запрещает перепорядочивание операции вида y после барьера с операциями вида x до барьера. То есть, если у вас, например, есть a равно 2, потом store-store, b равно 3, то ни компилятор, ни процессор не могут перепорядочить запись в b равно 3 перед a равно 2. Окей, ну давайте посмотрим на каком-то примере. Есть такая штука, как Decker-Lock. Decker-Lock это такая теоретическая конструкция, которая используется для построения mutex. На практике она в принципе не используется, она не очень эффективная, но как теоретическая штука очень даже хорошо работает. Decker-Lock состоит из двух составных частей, и мы посмотрим на одну из них. Представим, у нас есть два потока, им нужно захватить mutex. И мы для них делаем две переменные a и b. И, соответственно, первый поток говорит a равно true, дальше он ждет, пока b равно true. Если b равно false, то он сразу проскакивает этот цикл и переходит в критическую секцию. А другой поток делал все наоборот. Он наоборот записывает b равно true, то есть он говорит я хочу захватить лок, и если a еще равно true, то он опять же переходит в критическую секцию. Отлично. Соответственно, когда мы рассматриваем какой-то конкурент алгоритм, нас интересуют два его свойства. Это lifeness и safety. Lifeness, то есть это гарантия живучести. В данном случае это значит, что один из потоков сможет попасть в критическую секцию. Safety — это гарантия того, что два потока никогда не попадут в одну и ту же критическую секцию. Если компилятор и, соответственно, процессор не переупорядочат эти инструкции, то одна из этих гарантий будет удовлетворена. В этом фишка DeckerLock'а. Первая часть удовлетворяет одну гарантию, вторая — другую. Если их соединить, обе гарантии будут удовлетворены. Так вот, в данном случае оказывается, что возможен deadlock. То есть, если у нас одновременно начали исполняться два потока A и B, они оба запишут в true и потом будет бесконечно крутиться в цикле while. Верно? Но при этом нарушение гарантии безопасности невозможно. Без переупорядочения инструкций невозможно, что оба потока смогут войти в критическую секцию. Это очень важно. Так вот, представим теперь, что каким-то образом эти две инструкции поменялись местами. Не фактически у нас поменялся while, начал исполняться по какой-то причине до того, как мы присылаем A в true. А чтение переменной B произошло до чтения переменной A, потому что у нас в принципе нет барьера между ними. Соответственно, может произойти вот такая ситуация. Мы сначала читаем из B false, потом мы записываем B в true, потом мы читаем из A false, в первом потоке записываем A в true, первый поток может войти в критическую секцию, потому что в B false, второй поток тоже может войти в критическую секцию, потому что A false, верно? То есть в принципе в таком случае произошло нарушение гарантии безопасности. Нам нужно как-то это предотвратить, если мы посмотрим на наш код, то в принципе у нас есть volatile store, то есть у нас есть запись в переменную A и потом чтение с переменной B. И допустим мы сделаем их типы volatile, это нам в принципе решит нашу проблему, в этом случае они не могут быть преупорядочены. Вот есть такая табличка, кто-нибудь знает, откуда вообще эта табличка взята? Есть такая GMM cookbook for compiler writers говорит про то, каким образом разработчики компилятора должны в зависимости от того, какие volatile или synchronized блоки используются, как они должны расставлять барьеры памяти для того, чтобы процессор следовал GMM. Так вот, у нас есть volatile store, у нас есть volatile load, значит нам нужен такой барьер, нам нужен store load барьер. Оказывается, что не все барьеры, их семантические четыре вида, не все они одинаково стоят. И не все барьеры требуются на конкретной архитектуре, на некоторых архитектурах какие-то барьеры это no-op, то есть они ничего не делают. Но store load барьер, к сожалению, оказывается самым дорогим на большинстве архитектур. есть такая штука как в Atomic есть такая штука как lazy set и lazy set позволяет вам если вы используете Atomic lazy set, он позволяет вам не добавлять store load барьер. Но в этом случае, если вы например записываете в переменную A используя lazy set, в этом случае DeckerLock работать не будет. Lazy set подходит, но при этом будет работать быстрее, но работать не будет. Но для каких-то use case например lazy set подходит по той причине, что если у вас есть один писатель и множество читателей как например в Disruptor, то тогда вы можете использовать Atomic lazy set. И в 9-й java появились war handles, которые позволяют вам добиться большего контроля над семантикой исполнения. Кто-нибудь из вас читал C++ multi-trading in action или C++ concurrency in action есть такая книга. Лично мне она была интересна тем, что в ней хорошо описана модель памяти языка C++ начиная с C++ 11. Так вот, действительно есть возможность очень гибкого контроля над тем, какая семантика исполнения будет у вашей многопоточной программы. По сути war handles, которые появились в 9-й java, они многое заимствуют из моделей памяти языка C++. Хотя изначально было наоборот, что в C++ вообще не было никакой модели памяти до появления C++ 11. окей, если вам стало это интересно, то можете почитать эту статью, очень интересная статья, она говорит о том, что за счет протоколов кэш-кагеремности для синхронизации данных между ядрами, из-за чего могут происходить переупорядочивания на уровне процессора, и почему неэффективно предотвращать переупорядочивание по умолчанию, и каким образом memory barriere позволяет бороться с этим переупорядочиванием. Я выложу свою ссылку на презентацию в твиттере, так что можете не фоткать, а просто потом зайти на мой твиттер. Окей, оказывается, что атомарные инструкции, вернее, что просто запись и чтение, даже если мы можем контролировать переупорядочивание операции, нам недостаточно. Если вы почитаете, например, The Art of Multiprocessing Programming книгу, то вы увидите, что там доказывается, что даже теоретически вы не можете реализовать какие-то конкурентные алгоритмы, если у вас только есть операции чтения и записи, даже волатильные, не говоря уже про performance. И в основе многих конкурент алгоритмов лежат операции Compare and Swap. И, соответственно, Compare and Swap операция реализуется либо в железе напрямую, либо используется в некоторых архитектурах комбинация операции Load-Linked и Store-Conditional. Load-Linked соответственно помещает кэшлайн, что отсюда была произведена загрузка, и Store-Conditional соответственно проверяет, не было ли после этого в этот кэшлайн какой-то записи. Но из-за того, что у нас может быть false sharing, то есть когда у нас несколько объектов лежат на одной кэшлинии, соответственно подход Load-Linked Store-Conditional может приводить к ложным отрицательным срабатываниям. В Atomic классах есть метод Weak Compare and Set. Если вы работаете на архитектуре, которая использует Load-Linked Store-Conditional, то Weak Compare and Set вы можете использовать, он будет работать быстрее, но при этом вы должны быть готовы к тому, что у вас будет ложное отрицательное срабатывание. Окей, про память поговорили. Теперь поговорим про то, как с тредами работать вообще. Я не знаю, я когда учился в институте, когда у нас были какие-то лабораторные, нас обучали этой библиотеке P-Treads. Соответственно у P-Treads есть какое-то количество методов для работы с потоками. Соответственно, что это за метод, как их можно сгруппировать. Соответственно, есть методы для создания установки джойна потоков, но также есть различные примитивы синхронизации в этой библиотеке. То есть там есть mutex, condition waiting, read-write lock, барьеры. И тут ты начинаешь задумываться. То есть mutex очень похож на то, как работать синхронной секции в Java или reentrant lock. Condition waiting похож на то, как работает wait-notify или conditions reentrant lock. Read-write lock работает как read-write lock. Барьер работает как циклик барьер. Вопрос, что Java использует эти примитивы синхронизации внутри для реализации соответственно каких-то concurrent классов. Ответ нет. Вот. Почему? По двум причинам. Первая причина, потому что для того, чтобы можно было писать, так как Java должно на разных платформах работать, на некоторых платформах не может быть, может не быть этих методов. Это раз. А второе, для того, чтобы можно было более гибко тюнить по сути примитивы синхронизации. Например, fairness добавлять, как у нас есть в reentrant lock fair, не fair reentrant lock и так далее. Соответственно, Java не использует большинство POSIX примитива синхронизации. И вместо этого Java определяет два своих примитива park и unpack. И это по сути два метода. Это native методы, которые вы можете найти в классе log support. и в чем суть? Метод park он останавливает исполнение текущего потока до тех пор, пока кто-нибудь не позовет unpack для этого потока. Вот все, что он делает. И, соответственно, как это нужно реализовать? Я скачал OpenJDK и нашел для реализации для Linux метода park. Смотрите, как это выглядит. То есть, вот есть метод park, соответственно, как он работает? Тут много чего, но речь идет о том, что вы видите, что есть в начале mutex.log, в конце mutex.unlog, в середине есть какой-то луп, который делает condition waiting. Очень похоже на то, как вас учили, например, работать с wait на t5 в Java. Собственно, потому что, в принципе, park делает то же самое. Он останавливает текущий поток, пока кто-то не нотифицирует его о том, что что-то поменялось. Соответственно, похожим образом реализуется метод unpack, только у нас вместо wait там используется notify. И таким образом, вот у нас есть два базовых метода park и unpack. Мы можем поверх этого что угодно написать. Окей. Кто-нибудь знает про этот класс? Можете руку поднять? Хорошо. Значит, кому-то будет интересно. Имеется в виду всем остальным. А может быть, и для себя что-то новое узнаете. Смотрите, оказывается, что вот эти вызовы методов park и unpack являются достаточно низкоуровневыми. Почему? Ну, в принципе, вы можете на базе них реализовать любой примитив синхронизации. Но большинство примитивей синхронизации похожи друг на друга. Потому что, если, например, они пытаются захватить какой-то ресурс, если у них не получается это сделать, то ожидающие потоки складываются в FIFO-очередь. Хотя, наверное, FIFO-очередь это тавтология. Ну, ладно. В общем, abstract Qt-синхронизер по сути реализует эту очередь ожидающих потоков и позволяет ей управлять. И все, что вам нужно сделать, это за сабкласситься от этого класса abstract Qt-синхронизер реализовать два метода try-acquire и try-release. И abstract Qt-синхронизер за вас реализует методы acquire-release, которые припаркуют поток в случае, если ресурс уже занят. Окей. Ну, чуть подробнее про abstract Qt-синхронизер. Состояние примитивой синхронизации соответственно для mutex мы можем использовать два значения. Это 0 и 1. 0 mutex свободен, 1 mutex занят. Если мы, например, делаем семафор, то там есть какое-то количество попыток, которые можно заакварить. И, соответственно, у нас есть от 0 до n для семафора. abstract Qt-синхронизер может работать в двух режимах exclusive и shared. Соответственно, если происходит захват в exclusive режиме, то остальные попытки захвата завершаются неудачей, пока какой-то ресурс не будет освобожден. В shared режиме, соответственно, наоборот, несколько потоков могут произвести захват. Кто-нибудь может мне привести, может, придет в голову идея какого-нибудь примитивой синхронизации стандартной библиотеки, которая, скорее всего, делает захват в shared режиме? Read, write, log. Отличный пример. И, чтобы вы не думали, что это типа deep magic, который может только докли, мы с вами прямо сейчас напишем реализацию mutex. на самом деле мы ее просто возьмем из javadoc. Но вы увидите, что ничего сложного в ней нет. То есть все, что мы делаем, вот мы делаем класс mutex, создаем какую-то переменную типа синх, класс, который мы чуть позже определим. И у нас метод log вызывает синх acquire 1, метод unlock вызывает синх release 1. Отлично. И вот реализация синх. То есть весь код в принципе помещается на два слайда. Реализация класса синх такая. У вас есть метод try acquire, который говорит, окей, установи state в единичку, если он сейчас 0. То есть если mutex не занят, установи значение mutex в единицу. Если эта операция compare and set state была успешной, то вернется true, и значит try acquire вернет true. И значит, по сути, этот поток захватил ресурс. Если же он вернет false, то уже дальше механика abstract-cute синхронизера поставит этот поток в очередь ожидающих потоков, и как только ресурс освободится, соответственно, дадут возможность этому потоку захватить mutex. Ну и метод try-release. Мы проверяем, что state не null, что state не null, то есть что mutex захвачен. Также было бы неплохо проверить, что мы текущий холдер этого mutex. Но просто для упрощения мы здесь этого не проверяем. И мы устанавливаем просто state в null, то есть теперь mutex не захвачиваем, и говорим, что все, отлично, мы освободили mutex. Окей, как же abstract-cute синхронизер под капотом использует park и unparc? Если try-acquire завершается ошибкой, то тогда поток должен быть припаркован. Но вызов в парк приводит к системному вызову изменению состояния потока, что вот он приходит в состояние task-interruptible, и после этого происходит контекст-свич, и это довольно дорого. Ведь может оказаться так, что буквально мы не смогли захватить какой-то ресурс, но буквально через несколько тактов процессора ресурс освободится. тогда нам придется обратно идти и будить этот поток. Поэтому используется такая техника, которая называется spin-weight. То есть мы немножко крутимся в активном цикле ожиданий перед тем, как перейти, отдать управление операционной системе. На самом деле крутиться в цикле активного ожидания очень классная идея с точки зрения latency. Сразу, как что-то произошло, вы сразу об этом узнаете. Проблема в том, что вы живете циклы CPU, вы не даете другим потокам поработать в этот момент. Поэтому в какой-то момент лучше все-таки заблокироваться. И похожим образом работает, опять же, пример из OpenJDK, есть object monitor, который используется, когда вы используете синхронные секции. И если вы посмотрите его исходный код, то object monitor может находиться в одном из трех стейтов. Biased, thin, and fat. И не знаю, может быть, кто-нибудь знает, при каком из этих переходов используется вот это спекулятивное активное ожидание в цикле. Кто-нибудь вообще слышал про эти состояния? Окей, но biased, thin, или thin, fat? Нет, неправильно. Из thin, fat. Потому что, в принципе, и biased, и thin это блокировки такие легковесные, которые работают на кассах. Вы не обращаетесь к операционной системе в этот момент. Если интересно, вы можете потом к нам подойти, я расскажу, что такое biased, thin, and fat. Соответственно, fat — это уже переход к операционной системе. И вот перед тем, как мы раздуваем лог, мы, по сути, немножко крутимся в цикле активного ожидания. Окей, поговорили про потоки. Теперь было бы неплохо их объединить в какой-то пул. Зачем нам нужен пул? В принципе, это, наверное, все знают, зачем нам нужен пул потоков. В принципе, мы для каждой задачи можем использовать свой поток. Задача начинается, поток создается, задача завершается, поток тоже завершается. Но создание и завершение потока — не бесплатная операция. Нам нужно стэк, и получается так, что вот этот оверхед на создание и завершение потоков может превысить время выполнения какой-то полезной работы. Именно это и является ключевой идеей thread-пула. Для того, чтобы нам реализовать thread-pool, у нас есть интерфейс executor, у которого есть единственный метод execute, который должен каким-то образом исполнить runnable. Вот простейшая реализация executora, direct executor, который просто исполняет задачу в текущем потоке. Но есть более интересная реализация, которая называется thread-pool executor. который в принципе до появления fork-joint-пула был единственным безальтернативным thread-пулом для Java. Соответственно, у него есть много-много конструкторов. Самый большой конструктор содержит кучу аргументов. Начальное число потоков в этом thread-пуле, максимальное число потоков, максимальное время простой поток до уничтожения, очередь, куда будут складываться все задачи, thread-фактори, соответственно, если вам нужно какие-то сеттинги для потока проставить, типа, например, demon-thread или не demon-thread. И reject-execution-handler это для тех задач, которые не смогли быть запущены из-за того, что очередь заполнилась или потоков больше нет, вызывается reject-execution-handler. И вот эти вот три параметра core-pool-size, maximum-pool-size work-queue это, в принципе, самые важные параметры thread-pool-executora. И, соответственно, у вас есть фабричные методы в классе executors, которые, например, вам позволяют разные виды executors создавать. Вот у вас есть new cache thread-pool. Соответственно, начальное количество thread-off 0, максимальное integer max-value и очередь задачи это synchroneous-queue. Synchroneous-queue, кто не знает, что такое synchroneous-queue? Есть люди. Вот, соответственно, synchroneous-queue это очередь, в которой вообще нет никакой capacity. Для того, чтобы фактически положить элемент очередь, нужно, чтобы какой-то поток ее в этот же момент хотел взять. Вот. И, да, проблема cache thread-pool-executora в чем? В том, что количество потоков может расти до бесконечности. Если у вас постоянно прибывают задачи, то, в принципе, количество thread-ов может расти до бесконечности. И вы, скорее всего, очень быстро упадете с out-of-memory exception из-за того, что вы просто не сможете создать очередной поток из-за того, что он живет стэк. Окей. Поэтому в сервер-сайт приложениях никогда не используйте cache thread-pool. Есть другой thread-pool, который называется fixed thread-pool, у которого количество потоков фиксировано, оно n, то есть core pool size n, max pool size n, и в качестве очереди используется linked-blocking queue. Что мы знаем про linked-blocking queue? Что у нее бесконечная capacity. То есть, в принципе, мы можем сколько угодно туда элементов положить. В принципе, та же проблема, правда, она, скорее всего, не так быстро наступит по той причине, что размер задачи чуть меньше, чем размер стэка, который для трэда нужен. То есть, опять же, количество элементов очереди может расти до бесконечности, что тоже не очень хорошо. Поэтому, в принципе, можно попробовать написать свой собственный thread-pool. На самом деле, он будет просто вызывать этот конструктор с определенными параметрами, который давайте назовем fixed-bounded thread-pool. То есть, у нас есть core-pool-size n, max-pool-size n, и также мы в качестве work-ue используем array-blocking queue, например, и говорим, что у нас есть какой-то размер от array-blocking queue. Если задач будет больше, то, соответственно, мы просто не будем принимать эти задачи. Но важно понимать, что если вы используете такой подход, да, он сделает ваше приложение надежным, но вы должны быть готовы к отказу. То есть, в том месте, где вы сомните задачу в этот thread-pool, у вас может сработаться reject-execution-handler. И вы, соответственно, должны как-то корректно это обработать, но при этом это так же, как если у вас есть, например, микросервисы, они друг с другом работают, и какой-то микросервис недоступен, вы должны это обработать. Здесь вы должны, в принципе, то же самое сделать. Окей. Contention. Какая есть проблема вообще в thread-pool-executory, например, и в fix thread-pool-executory, кроме того, что размер очереди может до бесконечности расти? Значит, все задачи помещаются в linked-blocking queue, и несколько потоков, их может быть много, если у вас много ядер, у вас много потоков, которые одновременно пытаются из-за этой очереди достать задачи. И, соответственно, для того, чтобы предотвратить гонки, очередь защищена reentered-lock. Вы посмотрите linked-blocking queue, он использует reentered-lock. Reentered-lock основан на abstract-queue-синхронизере, который, в свою очередь, в случае контеншена, то есть, если несколько потоков пытаются забрать элементы из очереди, вызывает метод park, который мы с вами рассматривали, который вызывает p-thread-condition-waiting, который переводит поток в состояние task-interruptible, и у вас происходит context-switch. И получается, что время получения задачи из очереди может оказаться значительным. Вообще, что такое время обработки задачи? Для того, чтобы обработать задачи, вам нужно положить задачу в очередь, вам нужно дождаться, пока эта задача дойдет до главы очереди, потом вам нужно достать эту задачу и, собственно, обработать. Реально получается так, что полезное время это time to handle the queue и processing time. А вот inqueue time и dequeue time это уже такая специфика реализации, скажем, и вам нужно сделать их минимальными. Так вот, оказывается, что для маленьких задач dequeue time, да и inqueue time тоже, может оказаться много больше время процессинга задачи. Окей, ну вы скажете, ну какие маленькие задачи? Типа, ну все равно они же что-то делают. Так вот, оказывается, что с появлением лямб в Java и с появлением, например, completable future в Java могут быть задачи, которые стоят из одной инструкции. Вот, например, у вас есть future, и вы делаете на нем then combine async и прибавляете единичку, и потом делаете еще раз then combine async, прибавляете единичку. Каждый из этих then combine async приведет к сабмиту новой задачи в экзекьютор. Получается, вам нужно выполнить как бы одну инструкцию, но вы потенциально можете за нее заплатить время context switch, что как бы не очень хорошо. Окей, но как бы Java решает эту проблему. Вот, соответственно, давайте вспомним, как бы закругляясь, вспомним, как Linux вообще борется вот с этой задачей, когда у нас есть единый лог на очередь. Вот, оказывается, ну, Linux использует по одной очереди на каждое ядро и периодически перебалансирует задачи между очередями. И давайте мы сделаем это Linux-way. По сути, мы можем использовать либо подход, который называется work-dealing, либо подход, который называется work-stealing. Соответственно, work-dealing, как он работает? У каждого треда есть своя независимая очередь, и перегруженный поток перекладывает свои задачи в очередь других тредов. Но вы должны понимать, что этот поток, он и так перегружен, зачем его заставлять перекладывать задачи в очередь других тредов. Интереснее поток work-stealing, когда бездействующий поток, которого в очереди нет задач, берет и тырит задачи из очередей других тредов. Окей, и поэтому у нас есть fork-join-pool. Вот, fork-join-pool реализует подход work-stealing, и, соответственно, поток с пустой очереди задач забирает задачи из очередей других потоков. Вообще, как позиционируется fork-join-pool? Это, типа, у вас есть какой-то алгоритм, который бесконечно дробится на маленькие кусочки, и вы хотите параллельно решить эту задачу. В реальной жизни, я думаю, что такие задачи встречаются не так часто. И вам говорят, вот у вас есть recursive task, у вас есть методы fork и методы join, вот используйте их. Я не видел многих людей, которые это используют. Ну, то есть, если вам не нужно обрабатывать огромные коллекции данных, то вам, скорее всего, как бы, ну, это не слишком полезно. И до определенной версии Java для внешних задач, то есть, те, которые были за-сабмичены через submit, а не которые были получены через fork, использовалась единая submission queue. То есть, все задачи внешние попадали в единую очередь, у которой был единый лог, у которого были те же самые проблемы. Так вот, но, как только у нас появилась восьмая Java, во-первых, у нас появился fork-join-pool common-pool. Это thread-pool, который используется бы дефолту, вот, например, для dn-combine-async, если вы явно не передаете thread-pool, то у вас используется fork-join-pool common-pool. И эти задачи, которые submit вот этот completable-future, они внешне нерекурсивные, поэтому важно для их исполнения, чтобы были расклеенные submission queue. Так вот, оказывается, что еще начиная с какого-то апдейта gdk7, submission queue расклеили, и внешние задачи тоже submit в независимые очереди. И точно так же работала эта логика получения задач. И это реально мега полезно. И это намного, мне кажется, более часто вы используете, может быть, неявно, не для рекурсивных задач, а для мелких задач. И оказывается, что и другие фреймворки, например, ACA, под капотом используют fork-join-pool, потому что fork-join-pool намного быстрее работает для мелких completely fair skedler, и Linux планирует потоки, исходя из virtual runtime. Классический Linux это не real-time система, есть real-time политики skedling, но опять же вы должны понимать, что это все равно не настоящая real-time система, у вас нет верхней границы на то, через сколько поток будет запущен. Потоки могут общаться друг с другом, используя общую память, но вам очень важно помнить, что и процессор, и компилятор могут приправляющей инструкции, поэтому обязательно, когда вы пишете код, используйте модели памяти языка. Для взаимодействия потоков недостаточно операции чтения записи, поэтому нужен CAS, поэтому разберитесь, как работают атомики. Для работы с потоками Linux поддерживает P-Threads, и есть разные примитивы синхронизации, но Java оттуда использует только mutex и condition waiting для реализации своих примитивов в park и unpark. Соответственно, большинство примитивов похожи друг на другом, поэтому у нас есть abstract синхронизер, который общую логику выносит в себя. Классический пул потоков основывается на единой очереди, и, соответственно, за счет того, что может быть большой contention, за счет того, что потоки могут быть припаркованы в случае получения задач, время на DQ может быть значительно больше, чем время исполнения задачи, и задача маленькая. И, соответственно, fork-joint-pool использует несколько очередей механизм work-stealing для борьбы с contention, в том числе для этих внешних задач. Поэтому в следующий раз, когда у вас будут маленькие задачи, используйте fork-joint-pool, используйте их не только для рекурсивных задач. И механизм работы fork-joint-pool похож на механизм работы Linux-планировщика на нескольких ядах процессора. То есть очень интересно, что на самом нижнем уровне, на самом верхнем уровне в принципе механизмы работ одинаковые, поэтому что есть на более низких уровнях, возможно это вам пригодится в ваших прикладных задачах. Все, на этом всем спасибо, задавайте вопросы. Какие-то вопросы? Окей, если больше нет вопросов, могу рассказать про thin, fat и biased. Идея в том, что изначально есть самое простое это наверное thin lock. идея в том, что поток пытается есть некоторые перемены, которые описывают захвачен lock или не захвачен, ноль или единичка. И соответственно вот этот object-monitor пытается сделать compare and set из нуля в единицу. То есть пытается захватить этот поток и если у него не получается, то он спинится какое-то время и после этого переходит в состояние fat. Что такое fat? По сути он использует как раз эти примитивы типа lock, condition waiting и соответственно unlock. То есть то же самое, что делает park. это реализовано в коде openjdk, поэтому механизм похожий на то, как это работает в lock support. В принципе то же самое. Так вот, что такое теперь biased lock? Оказалось так, что разработчики разработчики GVM они обнаружили такую интересную тенденцию, что многие люди используют какие-то коллекции, которые защищены с помощью synchronized секций, но при этом всегда их используют в однопоточном режиме. Ну то есть особенно, например, люди любят использовать какие-то deprecated коллекции типа там hash table, например, или vector, в котором все методы синхронизят. Так вот, соответственно обратили внимание на то, что люди очень любят использовать в одном потоке такую коллекцию и поэтому очень не хотелось бы платить каждый раз за вход в синхронизацию стоимость касса. Она хоть и не такая большая, как context switch, но все равно это несколько, может быть, десяток тактов процессора вместо того, чтобы просто сделать одну запись обычную, не atomic запись. И по этой причине придумали такую штуку как biased lock. Идея в том, что используют специальный механик, который позволяет привязать lock к конкретному потоку и этот поток сможет этот lock захватывать без выполнения операции compare and set. Но, соответственно, в тот момент, как только GVM детектирует, что какой-то еще поток хочет захватить этот lock, выполняется операция, которая называется revoke bias и поток переходит в состояние thin. Но при этом, ну вот еще из интересных фактов, что GVM по умолчанию не использует biased lock в течение, по-моему, первых 10 секунд после запуска, потому что в момент инициализации очень-очень много происходит контеншина между потоками и это было бы неэффективно. Вот даже есть какой-то параметр, который влияет на то, как быстро начинает работать механизм bias. Вот. В принципе. Еще какие-то вопросы? Да. Вопрос был такой. Почему на GVM получается плохо вызывать green-threadы, карутины и прочее? Потому что в GVM нет их поддержки. Вот. Ответ такой. Ну, то есть GVM не написан так, чтобы поддерживать карутины, за исключением вот есть инициатива, которая называется Project Loom, которые они хотят добавить, соответственно, поддержку карутин в язык. Когда у них это случится. На самом деле есть сторонняя библиотека, которая называется от Parallel Universe, она называется Quasar, которая добавляет поддержку файберов по сути в Java, это такие легковесные потоки, которые мапятся в отношении n к 1 на потоке операционной системы или n к m, где n больше, чем m. И в принципе разработчик вот этой библиотеки Quasar это как раз один из инициаторов проекта Project Loom, потому что по сути то, как это делает Project Quasar, это неэффективно получается и поэтому такого общего распространения не получило. Еще? Все? Спасибо тогда. Спасибо.